КОЛОССАЛЬНАЯ СТРУКТУРА Что нам необходимо внести поправки в стандартную модель космологии Открытие, сделанное астрономом Алексеем Лопесом из Университета Центрального Ланкашира Было представлено на 243-м собрании Американского астрономического общества в январе И описано в предварительной статье, доступной на ООО «Ксайвал» Это вторая гигантская структура, открытая Лопесом и ее коллегами Первая, называемая гигантской дугой, на самом деле находится в той же части неба, на таком же расстоянии Когда в 2021 году было объявлено об открытии дуги, это озадачило астрономов Большое кольцо только углубляет тайну Ни одну из этих двух сверхбольших структур нелегко объяснить с помощью нашего нынешнего понимания Вселенной Заявила Лопес в январе Их сверхбольшие размеры, характерные формы и космологическая близость наверняка говорят нам о чем-то важном Ну а чем именно? Самая непосредственная связь, по-видимому, связана с так называемым барионным акустическим колебанием бая Это гигантские круглые расположения галактик, встречающиеся по всему космосу На самом деле это сферы окаменелости акустических волн, которые распространялись по ранней Вселенной А затем застыли, когда пространство стало настолько рассеянным, что акустические волны больше не могли распространяться Большое кольцо — это не бая Все баи имеют фиксированный размер около 1 миллиарда световых лет в диаметре Общательный осмотр большого кольца показывает, что оно больше похоже на штопор Выровненный таким образом, что выглядит как кольцо Остается без ответа вопрос, что это такое и что это означает для космологического принципа Который утверждает, что во всех направлениях любой данный участок пространства должен выглядеть почти так же, как и все другие участки пространства Мы ожидаем, что материя будет равномерно распределена повсюду в пространстве Когда мы рассматриваем Вселенную в большом масштабе Поэтому не должно быть заметных неравномерностей, превышающих определенный размер Объяснил Лобес Космологи подсчитали, что текущий теоретический предел размеров структур составляет 1,2 миллиарда световых лет Однако обе эти структуры намного больше Гигантская дуга почти в три раза больше А окружность большого кольца сравнима с длиной гигантской дугой Но размер это лишь одна из проблем Другое это то, что это означает для космологии изучение эволюции Вселенной Текущая модель лучше всего соответствует тому, что мы наблюдаем Но есть некоторые особенности, которые сложно объяснить в ее рамках Существуют и другие модели, которые были предложены для решения этих задач В рамках одной из таких моделей конформной циклической космологии Роджера Пинроуза, с которой Вселенная проходит бесконечные циклы расширения Большого Взрыва Ожидаются кольцевые структуры, хотя стоит отметить, что конформная циклическая космология имеет свои собственные серьезные проблемы Другая возможность состоит в том, что эти структуры представляют собой тип топологического дефекта в ткани пространства времени, известного как космические струны Считается, что они похожи на морщины шириной с протон, которые возникли в ранней Вселенной, когда пространство-время растянулось, а затем застыло на месте Мы не нашли много физических доказательств существования космических струн, но теоретические доказательства весьма многообещающие На данный момент никто точно не знает, что означает Большое Кольцо и Гигантская Дуга Это могло быть просто случайное расположение галактик, кружащихся по небу, хотя вероятности этого кажется довольно малой Лучшей надеждой было бы найти больше подобных расположений галактик, разбросанных по Вселенной и скрывающихся на виду С точки зрения современных космологических теорий мы не предполагали, что структуры такого масштаба возможны, сказал Лопес Мы могли бы ожидать, возможно, одну чрезвычайно большую структуру во всей нашей наблюдаемой Вселенной Тем не менее, Большое Кольцо и Гигантская Дуга Две огромные структуры даже являются космологическими соседями, что чрезвычайно увлекательно Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok